Всем привет, дорогие друзья! Это канал Макарова Подворья. И вот, как и обещала, я вам показываю свою картину. Я доделала сегодня этих попугаев. Вот она такая блестючая, такая яркая, экзотичная, нарядная, красивая. Вот, смотрите, можно даже заставочку на телефон сделать. Очень красиво. Что хочу сказать по поводу... Делала я первый раз... По поводу картины. Делала я первый раз. Конечно, кто будет делать, как и я первый раз, берите полотно поменьше. То есть мое полотно 40 на 50. Это очень большая картина. То есть вот половину картины для начала, то есть где-то 20 на 25, вот что-нибудь такое там, 20 на 30 хотя бы. Вот этого будет достаточно для начала. Вот. Потому что вот этот объем, он очень большой. Делала я картину нецеленаправленно. То есть я делала, ну, где-то каждый день часа по 2. И делала я ее примерно, наверное, дней 14. Примерно так. Ну, плюс-минус там. Вот. Бисера в запасе очень много в пакетиках. Так что не бойтесь, если у вас там что-то улетело, потерялось, там просыпалось, ничего страшного. То есть бисера кладут с большим-большим запасом. То есть там можно даже еще какую-нибудь картину с него сложить. Для мелкой моторики это очень замечательно. Пока ты этим стилусом тыкаешь в эту бисеринку, потом эту бисеринку несешь, чтобы положить в нужную клеточку, это очень даже замечательно. А для зрения я ее делала в очках. И плюс еще я пользовалась этим лупой. Вот. Потому что там такой мелкий шрифт. Вот эти буковки обозначают. И циферки. Что они сливаются. И можно вот B и D перепутать. И V. В общем, все в кучу. Поэтому, ну, с другой стороны, разглядывая эти буковки, вы напрягаете зрение. И как бы тренировка глазной мышцы идет. То есть вроде бы как это тоже неплохо. На эту работу пошло, не поленилась, посчитала количество бисеринок по высоте и ширине. И получилось их 24 500. Вот сколько бисеринок я положила. Туда-сюда вот их с кюветочки. Там потом на картину переносила. Вот. Что еще хочу сказать. А, значит, в интернете я нашла информацию, что вот этот клеевой слой, на который мы кладем бисер, он со временем осыпается. И бисеринки, вернее, он высыхает, а бисеринки высыпаются, осыпаются. Поэтому, чтобы сохранить картину, два варианта. Ну, может быть, и больше. Ну, вот я знаю два варианта. Первый. Ее под стекло заделать, в рамку и под стекло. Тогда бисер осыпаться не будет. Но, облекуя, стекло не будет передавать вот этой переливание вот этих алмазных граней. Второй вариант. Можно покрасить клеем ПВА пройтись разочек. Он убережет от осыпания вот эти бисеринки, но и уберет вот эту блестючесть. Собственно, для меня-то это вообще будет очень хорошо. Потому что меня вот эти блесточки прям раздражают. Вот. Что еще? Ну, прекрасный, прекрасная работа вот на подарок там друзьям, близким. Если они найдут, куда ее в интерьере приладить. Может, вам она украсит жилье. Вот. Ну, и плюс вот занятие такое, как бы, когда вот видишь конечный результат, то это не может, конечно, не радовать, что вот какую я штуку собрала. Вот. Это здорово. Сказать, что меня это успокаивало, нервы? Да нет. Не успокаивало, не раздражало. Никак. Я просто лепила и лепила. Вот. Там, включишь какой-нибудь кино, там, сериал, что там по телевизору показывают. И сидишь под разговор эти, лепишь и лепишь. Вот. Ну, наверное, это и все, что еще хотела сказать. Пожалуй, что все. Ну, оцените мою работу. Не бойтесь браться за что-то новое. Пробуйте, творите. Наслаждайтесь процессом. Наслаждайтесь тем, что вы делаете. Короче, у меня очень хороший есть такой, типа, девиз. Делай, что любишь. Люби, что делаешь. Вот. Ну, если вы этому будете, как бы, следовать совету, то все у вас будет хорошо. Ну, всем пока-пока. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ну, и, конечно же, занимайтесь творчеством. Всем пока-пока.